Здарова народ, с вами канал Gamer Ends и в данном выпуске поговорим о файтингах, которые отличаются от остальных жанров. Тем, что в них игрокам необходимо тщательно изучать своих персонажей, их атаки, комбо и спецприемы. Ну что же, не будем затягивать, лайк репост этого видео и мы начинаем. На 10 месте отличный файтинг на ПК, основанный на одном из популярнейших шоу. Всего в игре реализовано более сотни реальных бойцов, причем каждый из них владеет собственными приемами. Бои также производятся на реальных аренах. Игрокам доступны различные подручные предметы, способные перевернуть в ход матча при правильном использовании. В этом файтинге геймеры могут устраивать соревнования сразу в нескольких режимах, причем возможны неравные составы. Например, сразу несколько рестлеров могут выйти против одного. Помимо этого задействованы сражения в толпе зрителей и за кулисами. Разнообразие такого контента позволило игре занять лидирующие позиции по популярности, даже несмотря на слегка устаревшую графику. UFC является одним из лучших симуляторов смешанных единоборств. Здесь идеально практически все, начиная от реалистичной графики и заканчивая искусственным интеллектом бойцов, алгоритмы которого заставляют их действовать так же, как в реальной жизни. Геймплей получился довольно аркадным, но зрелищным, что вызвало двойственные чувства у фанатов жанра. Однако и критики и фанаты данного файтинга остались довольны этой игрой, тем самым обеспечив UFC положительное общественное мнение. 8 место занимает игра Dragon Balls на версии 2 и по сравнению с первой частью геймплей игры практически не изменился. Геймер все так же должен вступать в патруль времени, чтобы помочь великим героям одолеть злодеев и таким образом пресечь нарушения временных линий. Файтинг полностью трехмерный, благодаря чему стали возможны масштабные битвы. Боевая система довольно глубоко проработана, игрок может изучить множество различных комбо. В целом данный проект стал одним из самых популярных файтингов на PC среди фанатов серии, хорошо знакомых с оригинальной мангой. Поскольку в противном случае для того, чтобы понять все хитросплетения сюжета, может уйти много времени. На 7 месте одна из лучших игр файтингов на ПК. Изначально проект задумывался как своеобразная шутка. В этой игре отношения между собой выясняют не только древние боги, как уже привыкло большинство геймеров, но и создатели современных религий и пророки, такие как Иисус, Будда и Моисей. Аудитория неожиданно заинтересовалась проектом и начала активно участвовать в разработке, а сами создатели принялись добавлять новых персонажей. У игры довольно простая 2D графика, однако все боги и их пророки обладают способностями, которыми они были наделены в священных текстах. Например, Моисей может развинуть морские воды и отправить неприятеля в нокаут, бросив в него скринжаль с 10 заповедями. Это и вызвало повышенный интерес среди любителей жанра, а также привело к нескольким скандалам, из-за чего игру даже пытались запретить в нескольких странах. На шестом месте еще отличный файтинг, который можно поиграть на ПК. Игра объединяет сразу две вселенные, Капком и Марвел. Геймплей практически аналогичен Стритфайтер, однако есть несколько серьезных отличий. Матчи проходят на стандартных 2D аренах в составе 2 на 2, при этом игрок способен переключиться на другого персонажа для исполнения какой-либо комбинации. Согласно сюжету, Альтрон Сигма начал приводить в действие свой план по уничтожению всей биологической жизни. Из-за этого герои обеих вселенных были вынуждены объединить свои силы, чтобы дать отпор владею и завладеть Камнями Бесконечности раньше, чем он. Стритфайтер 5 занимает 5 место в рейтинге топ лучших файтингов на ПК. Это простая 2D игра, однако все персонажи и некоторые объекты используют трехмерную модель. Главная задача игрока уничтожить противников, попутно заполняя специальную вишкалу, заряды которой используются на проведение особо мощных приемов. Сюжет игры призван устранить все проблемы между четвертой и третьими частями, раскрыть их мотивацию, цели и заодно показать полноту роли героев в этом мире. Четвертое место забирает файтинг, вышедший не только на ПК, но и на многие другие платформы. Сюжет вращается вокруг Супермена, который стал сумасшедшим после смерти Лоис. После этого он убил Джокера и объявил себя диктатором, установив власть над всей планетой. Сопротивление режиму возглавил Бэтмен, причем вскоре ему удалось найти квантовый портал, соединяющий параллельные вселенные и привести на помощь оригиналы героев. Все это выливается в эпичную битву на улицах Готэма, в ходе которой герои призывают копии себя из параллельных реальностей, включая самого Супермена. На третьем месте файтинг, главным отличием которого является система магии. Каждый персонаж владеет как рукопашными приемами, так и несколькими заклинаниями. Это сделало боевую систему особенно зрелищной. Еще одной особенностью стала графика в аниме-стиле. В игре был реализован сюжетный режим, полностью посвященный одноименному сериалу. Однако он предназначен сугубо для фанатов, поскольку люди, мало знакомые с вселенной Наруто, вряд ли смогут понять местный сюжет. Тем не менее, благодаря крепкой магической системе, удобному управлению и стилю графики, получил достаточно успешный файтинг на PC, сумевший завоевать немалую армию поклонников по всему миру. На второе место лучших файтингов на ПК залетел Tekken 7. Геймплей игры, как и в большинстве файтингов, полностью сконцентрирован на дуэльных поединках. Среди отличных особенностей можно отметить возможность наносить сокрушительные удары. При выполнении определенных условий, вроде Rage Art, удар способен снять до 80% здоровья противника. Однако и сам игрок должен находиться при смерти. Кроме того, его сила зависит от того, насколько мало здоровья осталось у геймера и его противника. Чем больше разница, тем сильнее станут приемы в отношении самого сильного. Также в Tekken 7 были возвращены режимы аркада, практика и поединок. Были добавлены новые персонажи. Именно эти изменения сделали игру достаточно популярной. И первое место это The Mortal Kombat 10, который является одной из самых известных серий файтингов. Игроки сталкиваются на небольшой 2D локации и должны победить в схватке, использовав все возможности выбранного героя. Не последнюю роль в огромной популярности сыграла зрелищность поединков. Особенно в этом выделяются фаталити, благодаря жесткости которых геймеры могли часами изучать последовательность нажатия клавиш, чтобы эффективно расправиться с врагом. Десятая часть игры получила значительное количество улучшений. В частности была реализована механика X-Ray, особо мощного удара, сопровождаемого небольшим роликом, где подробно показывается, как именно ломаются кости и разрушаются внутренности. Помимо этого была сделана одиночная кампания и несколько PvE режимов. В целом Mortal Kombat 10 один из лучших файтингов на ПК. Вот такая десяточка лучших файтингов для ПК у меня получилась. Кто знает, как дополнить ее, пишет мне об этом в комментариях. Кто поставил лайк, тот действительно крутой чел. Ну а с вами был канал GamerEarns. Приятной игры и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok